Ирина Сенцова, руководитель компании Safe, в бизнесе уже около 17 лет, в швейном бизнесе около 10 лет. Получается, что в 2019 году я выиграла премию «Бизнес-успех», благодаря этой премии потом ездила в Соединенные Штаты Америки по обмену опытом среди женщин-предпринимателей. В этом году я была трекером и наставником в бизнес-акселераторе среди нескольких предпринимателей. И в 2019 году я вошла в топ-10 лучших предпринимателей УДУМОРТИ. Это вот мои факты. Я так смотрю в чате, что очень разные, получается, у нас бизнесы и розничные сети, строительство и запчасти, различные виды бизнеса. Я думаю, что я с вами поделюсь, и вам будет вот кто-то уже и швейная есть отлично, мои коллеги. Значит, в швейном бизнесе я уже более 10 лет, и это пандемия, это был уже второй кризис в моем бизнесе. 10 лет назад мы открыли швейное производство. Там мы отшивали по всей России, мы отшивали на склад, потом продавали, реализовывали. И получилось так, что в 2014 году у нас случился кризис, и нам должно государство было, и мне нечем было платить зарплату, и нам пришлось сократить штат и остаться, так скажем, закрыть предприятие. Где-то в течение полгода мы с мужем пересмотрели всю финансовую модель бизнеса, и прежде чем уйти в этот момент, получилось так, что у нас как раз сын пошел в спортивную школу, и нам попросили отшить спортивные костюмы, разработать. Прежде чем снова открыться, мы все-таки с мужем долго советовали, смотрели, думали, и решили поменять полностью финансовую модель бизнеса. Мы сейчас работаем только по предоплате, убрали полностью складские запасы и начали шить только на заказ. Организовали индивидуальный подход клиента, то есть у нас очень четкая клиентаориентированность, мы работаем только под индивидуальный заказ клиента, и обязательно начали собирать обратную связь. То есть каждый раз у нас KPI у менеджера по продажам стоит именно отзывы, то есть она не получает процент от продаж, пока не получит отзыв. Это важно, это важно особенно сейчас, чтобы быть на шаг вперед от конкурентов. Так получилось, что как раз когда мы работали, тем более мы работали по предоплате, перед пандемией у нас были заказы, в принципе у нас было все отлично. Мы вообще не почувствовали ни провала в клиентах, ни провала в продажах. Единственный минус был, это нельзя было работать. Так как нельзя было работать, а работать можно было только тем, кто шил средства индивидуальной защиты, это маски. В течение трех дней с мужем мы переформировали полностью, поменяли модель, и мы сертифицировали свое производство, закупили ткань, обзвонили всех своих конкурентов, которые тут же у нас в городе. Они сидели, ждали, они сказали, работать не будет, мы их обеспечили полностью работой. В итоге в течение трех недель у нас работало три производства на аутсорсе, более 50 швей, мы отшили 100 тысяч, более 100 тысяч масок. Параллельно мы также дошивали наши заказы, потому что мы их обязаны были по договорам выжить, сшить и отгрузить. Значит, и вот анализируя эту ситуацию, когда была как раз в период пандемии, я поняла, что я разделила предпринимателя вообще на три категории. Первая категория – это предприниматель, который они сказали, я в домике. Ну, то есть они, это те, кто переживает, у них есть подушка безопасности, в принципе, у них все хорошо, лишь бы их не трогали. Следующая категория – это паникеры, которые писали во все чаты, засоряли чаты, они ругали всех, власть, себя, они тратили всю свою отрицательную энергию, нежели что-то поменять и предпринять. И третья категория – это предприниматели, которые предпринимали, что-то делали, что-то меняли, думали, как действовать, меняли, трансформировали свой бизнес. Сейчас к этой категории как раз отнесла и я себя, и, в принципе, я понимаю, что это все успешно и понятно. И сделала вывод я именно тот, что важно трансформироваться самому. Сейчас время активных, надо начинать делать, пока остальные в панике. Если мы будем тратить отрицательную энергию на ругань других предпринимателей или власть, мы не будем дальше развиваться. Нужно действовать, и спустя время мы понимать будем, что мы будем на несколько шагов вперед. Какие самые основные ошибки при внедрении СРМ? Получается, что у предпринимателя нет цели. На тот момент, на момент внедрения СРМ два года назад я просто поставила, попросила интегратора, первопопавшись подрядчика, попросила сказать, чтобы у меня вот эти все заявки были обработаны. Все. Больше ничего мне не нужно было. Когда мы начали работать два-три месяца, я понимала, что мне нужны эти отчеты, а мне нужно понимать, сколько продаж, а мне нужно понимать, сколько я потратила на рекламу, когда вот этот лид, который пришел мне, он превратился в продажи. Очень много было вопросов тогда, когда я начала внедрять. И я понимаю, что я вот совершенно не разобравшись в самой системе, не прононизировав несколько систем, не прописав бизнес-процесс, что нужно для успешного внедрения СРМ. Это я говорю, когда уже прошло полтора года, мы внедряем, мы до сих пор внедряем. Кто говорит, что за месяц-два это невозможно, потому что хочется новых возможностей и других. Нужно обязательно поставить цель. Цель нужно поставить ту, не краткосрочную, не вот сегодня и сейчас. Нужно понимать, что вы хотите через год увидеть, через полгода, более высокие, что вы хотите именно видеть в идеале. Разработать бизнес-процессы всех уровней. Я просто, тем более, когда работала наставником среди предпринимателей, я понимаю, что нужно обязательно сначала самому предпринимателю разобраться в своем бизнесе, потому что мы иногда сваливаем многие процессы на кого-то подчиненных, на кого-то и работников, а потом с них начинаем спрашивать. Я уверена, что нужно самому предпринимателю сессии разобраться, прописать бизнес-процессы, прописать, как должно быть в идеале. Только тогда вам интегратор или подрядчик, с кем вы договоритесь, он вам сделает именно так, как нужно. Четко понимать, какие отчеты и цифры вы хотите видеть в итоге внедрения. И обязательно обучить персонал. Персонал, например, лично мы обучаем именно в видеотестировании. То есть мы записываем небольшие видеоролики и в конце тестирования. Тест прошел, получил премию. Только тогда работники и персонал будут изучать CRM. По-другому просто никак. Они не будут изучать, они будут говорить, что им некогда. Для чего нужна CRM в моем бизнесе? Там было много в чате вопросов. Сейчас я на эти вопросы практически все вам отвечу. У меня было, что у меня сделано. У меня прописаны бизнес-процессы всех четырех подразделений с четкими сроками выполнения задач. Я, честно говоря, если можно так сказать, вообще не парюсь по поводу того, то есть я никогда не… Да если год назад я спрашивала, контролировала, а этот сделал, а этот передал, а этот тому передал, а ты это сделала, это контролируешь. То есть помимо того, что я спрашивала, все это держала в голове, сейчас я смотрю в телефоне и четко вижу, что эта задача сделана, передана другому, эта задача сделана, передана другому. И в итоге у меня вот такие-то цифры в течение дня, в течение недели, по итогам месяца у меня есть цифры, которые мне необходимы. Внедрена сквозная аналитика. Что это значит? То есть я четко понимаю, если я потратила на рекламу столько-то денег, у меня пришло столько-то лидов, из этих лидов у меня появилось столько-то продаж. Внедрена система KPI для менеджеров. Менеджер получает процент только тогда, не когда продаст, а только тогда, когда получит отзыв положительный от клиентов. У нас система на производстве устроена таким образом, что мы отработали хорошо, и мы получаем премию только тогда, когда доволен клиент. Не когда мы продали, не когда заключили договор, а когда доволен клиент, когда он нам прислал положительный отзыв в нашем костюме, еще и с кубками, медалями, все, мы свою задачу выполнили, мы работаем. Но при этом менеджер по продажам, она не только ставит в успешно реализованность, автоматически стоит задача напомнить о себе перед сезоном, в течение двух-трех месяцев, потому что можно заказать еще кое-что другое. Помимо футбола шорт, можно заказать еще костюмы, например, спортивные. И у меня есть четкие цифры по расходам на рекламу, по работе отдела продаж и по рабочему времени выполнения задач. То есть есть цифры именно в том виде, в котором я настроена. Я ими могу управлять в телефоне, я их могу видеть в телефоне в любое время суток, тогда, когда мне захочется, а не тогда, когда рабочее время у бухгалтера, когда рабочее время у менеджера по продажам, и я не смогу их видеть здесь и сейчас. То есть мне нужно дожидаться, если раньше я дожидалась следующего рабочего дня, то сейчас я в любое время их могу посмотреть на телефоне. В принципе, я немножко рассказала о себе сейчас. Автоматизация бизнеса освобождает предпринимателя от рутинной работы и позволяет мастерировать бизнес, либо его дифференцировать. То есть у меня нету какой-то рутинных проблем о том, чтобы думать о заработниках, сделала ли он эти задачи. То есть я могу думать о другом, или масштабировать свой бизнес, или его дифференцировать. Это лозунг, с которым я иду уже на протяжении нескольких лет. У нас у предпринимателей есть очень много проблем в том плане, что мы все перфекционисты. То есть мы хотим сначала придумать идеально, все разработать идеально, только тогда действовать. Нет, сейчас не то время. Сейчас лучше сделать небольшие ошибки, анализировать и действовать дальше. Только тогда мы можем быть впереди конкурентов. Это контакты. Если кого-то интересует спортивная экипировка, какие мы делаем дизайны, можете посмотреть. А также, если кого-то интересует, мы о консультации именно по бизнес-процессам, по тому, к чему предприниматель должен быть готов перед внедрением системы ЦРМ, то, пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием вас проконсультирую. Помогу разработать бизнес-процессы перед внедрением на ваше производство. Если вопросы есть, я готова ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. Большое спасибо, Ирина. Спасибо за ваше выступление. Напомню друзьям, оценить выступление спикера вы можете при помощи голосования, которое находится на ваших экранах по пятибалльной шкале. Ирина, у нас есть небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы находите свою целевую аудиторию? Целевая аудитория у меня четко уже определена. Во-первых, это анализ. Анализ уже многолетний. Я знаю четко целевую аудиторию. Это мамы спортсменов от такого-то до такого-то возраста. То есть, ну, это с опытом. Это абсолютно с опытом и анализом именно благодаря и автоматизации, и внедрению и сайтов, и соцсетей, и как минимум анализу тех клиентов благодаря также системе ЦРМ. Мы видим возраст и вообще целевую аудиторию. У нас есть вот такой небольшой вопрос. Исходя вот из опыта, мы знаем, что вы руководите компанией Safe 11 лет. Все-таки сейчас вам позволяет развивать бизнес опыт, полученный ранее, или те новые инструменты, которые появляются сейчас? Мне кажется, тут именно ответ может быть как раз опыт с наложением инструментов, потому что даже как раз исходя из моего опыта именно на статистическом предпринимателе, я очень много вижу, и у меня вот недавно как раз вот мы закончили этот акселератор, у меня и многие предприниматели были, которые уже лет 15, вот они в бизнесе, они работают, у них все хорошо, а как раз пандемия, я, например, ей очень благодарна, она как раз этот кризис, кризис вообще они дают анализировать, вообще устойчивый твой бизнес или пора закрывать новый, то есть это почечение мозгов небольшое, да, и поэтому опыт он не всегда, иногда стартапы выпрыгивают намного быстрее, чем более опытные, поэтому тут нужно все очень аккуратно, и я думаю, что опыт без применения современных инструментов не сможет обеспечить именно тот бизнес или ту прибыль, которую бы ты хотел. Из вашего выступления мы услышали, что ваш бизнес является семейным. Да. Я думаю, что у наших участников есть та же самая ситуация. Как удается разграничить личную жизнь и профессиональную деятельность? Таково это быть 24 часа вместе? Это да, причем мы уже, я замужем 20 лет, в бизнесе мы 17 лет, мы вместе. На работе у нас очень четко разграничены обязанности, то есть я занимаюсь организацией всего процесса муж, у меня технические специальности, потому что у нас очень много и плоттеры, и принтеры шокорматные, и швейные машины, то есть он полностью занимается именно техническим оснащением, производство. А дома, дома муж и жена, и папа, и мама двоих мальчишек, поэтому тут вообще даже вариантов нет. Хорошо, спасибо большое, Ирина, за ваше выступление. Я вам хочу сказать, что Ирина Сенцова 11 лет руководит компанией Safe, эксперт в автоматизации бизнеса, учит управлять бизнесом с телефоном. Самого активного во время доклада мы проконсультируем по написанию процессов перед внедрением CRM, поэтому, да, у нас есть вопросы с чата, какую CRM-систему вы используете? Какую систему CRM мы используем? Тут есть несколько вариантов системы CRM. Их невозможно, я не могу вам сказать, что вот для вашего бизнеса надо вам эту CRM-систему, для этого бизнеса надо эту CRM-систему. Еще раз могу, еще раз повторюсь, что вам для начала нужно прописать четко, что вы хотите получить в итоге, потом проанализировать те CRM-системы, которые существуют, и тогда вы четко будете понимать, какая CRM-система именно подходит вам или вам, или вам. Хорошо. Спасибо вам большое.